друзья я по счастливой случайности я оказался в стороне от тех кто давал сегодня клятву поэтому разрешите мне нарушить клятву которую я кстати не давал и все-таки взять небольшое интервью у наших дорогих гостей симона синьор и его монтана же дико паразар же ты а ликарды журналисты к доно и ло сирома 2 не паза интервью и уже дилет леведет и сепо портпорожен пирамид вы поцелет кэллики кистина и пирамид рост катаро я хотел бы задать скакой целью вы приехали не стой а потому что вы отбили у фестиваль тимуа во фе и у меня я живу и я живу и я живу и потому что я хочу а компания и для первого года мафа м м ки ел пресен тарфим и си И я хочу, чтобы я приехал только для того, чтобы сопровождать мою жену. На этот раз я приехал как турист, и я хочу спокойно прогуливаться среди московской публики, и оставить мою жену на первом месте, поскольку она представляет здесь фильм, который показывается на фестивале и на конкурсе. И я хотел бы задать еще один вопрос, может быть банальный, но который, конечно, интересует всех наших телезрителей. Я хочу задать вам вопрос, может быть банальный, но который интересует всех союзников, это что вы сейчас делаете, какой фильм... Я хочу видеть, как это было, когда мой муж был пременен. Симон Сенея говорит, что она очень хотела бы посмотреть, как Ив Монтан прогуливается. Надо вам сказать, что это очень сложное дело. Это очень сложное. Что вы сейчас делаете, как новый работа на фестивале? Абсолютно. Вы это меняете, и вы расположите. Итак, Симона Сенея сейчас отдыхает. Она вот только закончила фильм, который будет на фестивале. Если у кого-то есть предложение к ней, пожалуйста, вы можете обращаться к ней с предложением принять участие в новом фильме. И вы, Ив Монтан, киску, фетон с моего. Да, ничего, но я хочу вам представить фильм, который выйдет из Крис Маркер, который называется «Жоли мэ». Ив Монтан говорит, что он тоже, в общем-то, ему делать нечего. Он только представит новый фильм режиссером, который является Крис Маркер, а продюсером Кристин Варлен. И надо вам сказать, что Ив Монтан в этом фильме поет песню на мелодию очень известной русской песни «Одинокая гармонь». Может быть, мой попросим его очень немножко на петь «Хатя Абадин Куплет»? Я говорю, что вы чаете песню на мелодию русской песни? Да, это песня русская песня. Да, это песня русская песня. «Гармонь солитая»? Да. Может быть, у вас будет шантом чуть-чуть, чтобы дать идею нашим режиссером. Сейчас? Да, почему бы. Ага, это сложно, без пианино. Очень трудно, без пианино, но... Я думаю, что это выглядит примерно так. spell rot. Я думаю, что это выглядит подог, как... Велийrud. Мне... Игорь, позвольте в ответ подарить и Тимоне Синьере, и Монтане, и всем нашим гостям русскую песню. Permettez de vous faire un cadeau d'une chanson russe. Oui. Très bien. En réponse. И сейчас слово нашей певице Ольге Варанец. Пожалуйста. Пожалуйста, c'est la parole à notre chanteuse, Ольга Варанец.